Чуваки, перед началом этого видео хочу сказать вам большое спасибо за такое количество поддержки. Я даже не ожидал, что вы так умеете. Даже то, что меня будут резать, это в принципе не так страшно, ведь видосики я смогу делать. Страшно только то, что на полгода до полного заживления я останусь без тренировок. И весь результат, который я делал этих полгода, уйдёт. Но ничего, мы это всё наверстаем. Так что, пацаны, не теряемся. Кстати, хочу напомнить, что в каждом видео у меня есть два конкурса. Подробнее о них я расскажу в описании. Всем привет, ребята. Собственно говоря, это уже шестая серия ловли наших любимых мошенников. Сегодня мы не будем отрабатывать мошенников по жалобам. Мы будем их отрабатывать прямо на авторынке. Ребят, кому во Вконтакте я ответил, что помогу и так и не помог, пожалуйста, идите и пишите на форум жалобу, чтобы Кидалу забанили, чтобы он дальше не мог обманывать. Ну и хочу ещё добавить немножечко важной инфы. Во Вконтакте в официальной группе BlackRushy проходит конкурс на айфон и ещё на один топовый андроид. Да и помимо этого, там ещё 98 призовых мест. Да и в принципе, про конкурс уже многие знают, но многие не знают, что вчера у Блэкбосса был видосик, и он рассказал, когда же выйдет BlackRushy на iOS. Ну прям точно, когда она выйдет, он не сказал, но он дал надежду на то, что она будет в ближайшее время. Так, я уже нахожусь на сервере Аква, это лучший сервачок на BlackRushy, кстати, вводите мой промокодик хэштег Алонса, который работает абсолютно на всех серверах. Сегодня со мной будет сниматься Томас Липтон, и к себе на канал он тоже сделает подобный видосик. Понятное дело, что Вася Уткин это уже запаленный, так скажем, никнейм, поэтому Вася Уткин становится Димасиком Бубеном, и мы будем скоро готовы лететь на авторынок. Поскольку сейчас обманщики в основном кидают на обменах, я Липтону дам два дорогих аксессуара, так скажем, два самых дорогих аксессуара, и очечи у него уже есть. У него будет три аксессуара, и он будет предлагать кому-то обменяться, и я думаю, Кидала найдёт его сам. Липтон сейчас залетает в низкий салон и кричит незамысловатые слова, что обменяет свой кейс на вообще что угодно, и то, что он кинет первым. Димасик, пошли за мной. Давай обмен на ЗА с САБом стоит один миллион. Ну го. А только кейсы, всё. Ладно, идём. Этот Вова какой-то максимально странный чувак, потому что кейс Липтон уже ему передал, и посмотрите, что он делает. Липтон вышел на улицу, а он остался внутри и примеряет кейс. А нет, чуваки, я ошибался, он всё-таки вышел на улицу. Покажи все аксы и скины. Ты мне лучше отдай мой ЗАЗ. Ну покажи. И идём дальше. У меня нету скинов, только аптечка. Ну уже спустя 130 миллионов часов они добежали до низкого, и как бы мы с вами наблюдаем такую картину. Тут вообще не ЗАЗик. А денег у тебя сколько? Ну 5к у меня есть. А кейс откуда? Я задонатил. А можно твой паспорт? Знаете, в чём проблема? Этот Вованщик не такой уж и тупой кидала. Он сейчас просит паспорт для того, чтобы пробить, что это вообще за игрок. Хотя он просто может открыть таб и посмотреть, что у него слишком большой уровень. Для чего он же задавал эти все вопросы? Он подозревает, что это скорее всего проверка, но желание кинуть игрока намного больше. Тачку мне верни. Он опять просит паспорт. И знаете, что он делает дальше? Когда он понял, что Димасик Бубин реально лох, он просто выкидывает его из машины и уезжает. И всё, ребят, эта пробивочка была для того, чтобы узнать, насколько тупой этот Димасик. Но всё равно этот Вован подозревал, что я за ними слежу. Я выбрал нам максимально красивое место для встречи. И тут течёт вода и в принципе тут будет максимально спокойно. Салам алейкум ию. Здравствуйте, Вованчик! Как ваши делишки? Ого, посмотрите, он мне даже руку жмёт. Ну вот это, вот это уровень. Как дела, Вова? Дела плохи. Что расскажешь нам? Это видео? Да, это видео. Ты как раз главный герой. Круто. Мы тебя искали целый час, Вован. Что я хотел сказать? Покажи мне наконец-то паспорт. У Чела, кстати, 6 миллионов на руках. 6 лямов сейчас он потеряет. Ну, скорее всего, он эти деньги отмыл обманами. Я вообще не понимаю, зачем, но он мне рассказал фул историю. Прямо слово в слово. Прямо каждый предлог, каждое слово, которое должно было там произойти. Он мне всё рассказал. Ну и как бы, я же за вами следил, Вован. И ты мне мог не рассказывать слово в слово. Ведь я видел абсолютно всё. И я знаю, что ты его обманул. И хотел обмануть. И зачем ты у него паспорт просил. Я тоже знаю. Настолько глупых отмазок я ещё не видел. Челик отправляется в бан пока что на 30 дней. После того, как кто-то зайдёт из старшей администрации, его перебанят навсегда. Полный разбор этой ситуации вы можете посмотреть у Лептоши на канале. Канал будет в закреплённых каналах у меня на канале. Ну а с вами был, как всегда, Алон Сакапелло, Лептоша и Сергей Кроун. Всем удачи и всем пока.